всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука громко сильно не говорю потому что в соседних участках ходят люди всегда утром у нас по утрам поливают и они уже на меня косятся не поймут что я кричу каждое утро здесь на кого поэтому немножко сбавила тон если раньше я ходила одна здесь рано весной сейчас работа конечно на огородах у всех кипит 10 мая нас опять душит жара вчера был прогноз 22 градуса а реально всем вечера было 27 градусов сегодня предполагаемый прогноз 27 завтра 29 представляете ни дождей ничего вот сегодня нужно заниматься поливом не знаю как я буду с марком с внуком совмещать сможем мы с ним полить или нет высадка я конечно прекратилась на эти дни представьте завтра ночью будет 16 градусов так как должно было быть днем ну вообще короче очень очень жарко поэтому и сложно что-то делать жара и даже высадки это тоже не очень хорошо но представьте 29 градусов если высаживать растения это или сразу прикрывать или что-то изменений у нас сильно никаких нет но сейчас покажу вообще немножко изменения конечно есть конечно самое главное изменение это вот видите теперь какая придомовая теплица разбомбили муж и сын всю мою придомовую теплицу старый поликарбонат снимали вчера для внука это был стресс он реально это воспринял как нападение на меня и вот когда дед залазил до эту лестницу они снимали он его стягивал кричал зачем бабулин домик сломали зачем бабулин домик сломали это так смешно было моего долго успокаивали не могли ему объяснить что это во благо что где-то его говорил да мы отремонтируем мы сделаем еще лучше он нет нет нельзя ломать бабулин домик это было так вообще и смех и грех я его еле успокоила и он целый день ходил за мной говорил бабуля поругай деда что он твой домик сломал надо деда поругать на бутан поругать деду так было жалко его но мы его еле-еле уговорили вот теперь кто хочет посмотреть все ну как многие новенькие просили как вы как это устроено вот эта теплица видите теперь видно как она устроена вот эти дуги прям туда идут под крышу и как назло вчера только все это сняли разломали хотели начать накладывать новые листы и поднялся у нас как всегда ветер и мы ночевали сегодня вот под голым небом придомовая все вот так прям колыхалась я тоже так волновалась ну короче я потом отдельное видео сниму расскажу какой поликарбонат купила почему именно этот в этот раз я приобрела другой поликарбонат потому что тот который я первый раз постелила и пробила градом его очень быстро он сюда конечно не идет потому что почему я тоже объясню оказывается из за того что тут совсем другой угол наклона когда град падает он прям ну как впивается ну короче не буду сейчас удлинять в отдельном видео но только не сегодня я все расскажу потому что сегодня вдруг он не даст снимать вообще про устройство вот эти теплицы и пропали карбонат про замену все снять нужно отдельное видео еще вчера наконец-то собрали накинули тент вот на эту чудо теплицу снимать конечно тоже буду отдельно потому что я вчера посмотрела ткань действительно какая-то необычная я думала тут просто какое-то не тканое полотно нет оно совсем другое а ну одновременно как-то но я потом расскажу какое-то как ты перфорированная вроде там дырочки есть видно что дышащие но в другое время одновременно она же какое-то и усиленное как бы как как я слова не могла подобрать придумала такое слово как целофонизированная что ли как будто бы там что-то в составе но я потом тоже буду подробно рассказывать ну и вчера как я уже говорила я обрабатывала свои хосты на улице которые у меня их тут вдоль дома вот это как раз пестролистая всякие там вот эти которые быстро размножаются видите эти вот дымчатые мои любимые у меня их тут очень 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 много за ними тоже нужно ухаживать вот их наверное сегодня придется болеть потому что ночью такая сухая погода эти только лезут эти вот уже и вот пока внук качался на качельках вот у него здесь площадочка моему построили грузовик это а я занималась своими цветами так они хорошо лезут дружненько хочу хочу еще пару слов сказать о поливе многие мне пишут что вот сделайте капельный полив по всей территории будет вам счастье вы не представляете кто не жил в маленьких таких городках как наш вы не представляете что у нас у некоторых людей вообще еще нет водопровода вот моя соседка сейчас потихоньку покажу видите с двумя лейками стоит у колонки люди пораньше встают в 6-7 утра чтобы вот она живет через три дома вон там чтобы набрать воды и лейками 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 ходит носит 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 чтобы полить свой огород потом вечером то же самое потому что провести водопровод государственный это очень дорого надо разрешение архитектуры разрешения там различных других закрывать дорогу вскрывать вот эти вот полотно это нереально сейчас кто в свое время не провел и даже установить вот эти насосные станции не у всех есть возможность по материальным таким короче все упирается в деньги и некоторые слова сочетания капельный полив вообще не знают носят с колонки леечками вот видите пошла люба пошла 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 целый час наблюдаю что она носит воду с колонки и другие тоже наш сосед справа вот оттуда ходят люди вот такой у нас капельный полив каплей как капля за каплей носят с колонки воду сегодня во время утреннего обхода увидела что всходит картошка которую мы посадили неделю назад и еще у меня произошло вчера неприятное событие такое не очень хорошее вы видите со мной нет моей кошки надюшки она мне кажется или обиделась на меня или просто остерегается потому что когда вчера приехал марк я ему предложила говорю давай котяток с собой возьмем на улицу погулять они еще даже на солнышке ни разу не были мы сложили котяток в контейнер и унесли из дома на улицу но маленько там поиграли они походили по траве мы принесли их назад положили сами пошли играть дальше через два часа зашли ни одного котенка нет надя их перепрятала в недоступное для нас место и мы долго не могли найти весь день не и и не котят пока мы не стали смотреть мы просто начали смотреть видео про котяток других в интернете и там они запищали котята и надюша выскочила как черт из табакерки оказывается она их затащила за шифонер в самый дальний угол между батареей и стеной и вот они теперь там у нас живут их не видно даже их не достать рукой потому что там очень толст тонкая такое маленькое отверстие и все бы ничего но муж говорит живя там они выйдут оттуда дикими они будут кусаться царапаться наверно то что людей не будут видеть мне очень было странно что надя у наши были такие близкие отношения она мне вроде доверяла была преданная все как она могла подумать что она что я собираю вот в коробку этих котят что я куда-то унесу выбрасывать или что не знаю что вы маленькой головки там произошло но тот материнский инстинкт и захлестнул и она решила ну может быть больше от марка нет меня она видела как он их тискает играет там на кровать утащил их короче она спрятала от нас котят и сегодня даже не вышла со мной на утренний обзор сидит их там сторожит может быть все изменится когда марик уедет домой сейчас в конце я вставлю небольшой кусочек как котятки гуляли на улице мы ничего плохого не хотели сделать по решению конечно одни к ним не кошки ну вот невольно создали такую неприятную ситуацию все на подходит ко мне пока я дома она подходит трется об меня но когда я ушла вот на улицу она сидит их сторожит может быть потому что там марк в доме еще он спит у меня она может его опасается не знаю чем это кончится но мне так неприятно я представила какой ужас пережила эта молодая мамочка когда увидела что ее детей в коробку положили и куда-то на улицу понесли она может быть правда думала чтобы их хотим выбросить как я вообще в голову это пришло и не даром же она начала их перетаскивать значит у нее что-то там ну короче она пережила большой стресс теперь она охраняет своих детей и даже не выходят со мной в огород так как сегодня у нас день 1 свободно я вот с внуком тут занимаюсь мы решили вынести котят на прогулку они ведь сидели там в гнезде с мамой вообще солнца даже ни разу не видели а так как они уже умеют ходить и стали выходить из своего убежища вот мы их вынесли сейчас будем тут с ними играть сейчас скоро наверно прибежит сюда мама так давай фото сделаю пока посмотри на бабулю нет ты так сиди сиди так чтобы посмотреть посмотри вот сюда на бабулю на миксы ты ничего залез давай 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 вот умница брэк брэк